всем привет меня зовут алена и сегодня я официально начинаю подготовку к новому году сегодняшние дня на моем канале начнут постепенно появляться как новогодние венки новогодний декор на дверь ерлочные игрушки поэтому если вам интересно оставайтесь со мной но по традиции открытие сезона я начинаю с венка на дверь не знаю как у вас в нашем регионе очень сильно не распространены поэтому бывает такое что за зиму я их делаю очень много но теперь не буду долго тянуть и мы с вами приступаем для работы в магазине fix price я купила вот такие новогодние игрушки они деревянные мне кажется отлично сюда подойдут срезая с них ниточку и конечно же вы выравниваю мех и где нужно подклеиваю потому что выполнены они некоторые не совсем хорошо шишки шишки будут использовать самые простые сосновым и именно обратную их сторону поэтому некоторые чешуйки для того чтобы можно было шишку приклеить я убираю при помощи плоскогубцев и удобно это делать просто скручивая их затем помещаю в коробку и крашу крашу я краской из баллона белого матового цвета и оставляю высохнуть после высыхания получается что-то похожее на сыжинки и сверху я покрываю просто перламутровой краской можно это конечно не делать но мне хотелось придать им небольшой блеск и оставляем хорошо просохнуть еще буду делать маленькие подарочки выбрала я на этот раз вот такую крафт бумагу это упаковочная бумага с нотками мне кажется отлично сюда подойдет и так и более натуральный цвет который подойдет под белый нарезаю кусочки бумаги и беру пенопластовой заготовки они мне по размеру 3 на 3 сантиметра это получается квадратик который я разрезала на две части у меня получились по высоте подарочки полтора сантиметра и упаковываю в работе используют термо клей после того как я обклеила свою так называемую коробочку бумагой я сверху при помощи веревки делаю бантик и так у меня получается очень красивые подарочки мне хотел чтобы основа веночка все-таки была зеленая долго думала что использовать и решила купить вот такую елочку сама по себе это елочка выглядит не совсем красиво потому что хочется веточек побольше но для работы подходит просто идеально как оказалось я не буду откручивать все веточки я просто их срезаю если они будут слишком длинным то их можно будет поразрезать на две или три части в зависимости от того какого размера у вас елочка кстати фикс прайсе такие елочки есть даже белый и мне кажется этот вариант смотрелся бы тоже очень классно делаю основа венка она у меня из картона внутренний диаметр у меня 18 сантиметров и ширина самого венка будет 5 рисую и вырезаю но еще мне понадобятся небольшие кусочки для того чтобы сделать свой веночек более плотно можно конечно же вырезать точно так же круг но я сделала это из остатков склеиваю и декорирую обратную сторону упаковочной бумагой можно в этом случае используя ткань или фетр также обкрутить какими-нибудь ненужными лентами но подходящими в цвет не забываем приклеить веревочку для подвешивания и теперь можно декорировать первое начинаю приклеивать свои веточки от елки приклеиваю я по внутреннему диаметру по наружному и затем добавляю еще посередине и в принципе мне этого хватило елочка у меня была самая маленькая ушла не полностью самое главное хорошо прижимайте чтобы все надежно приклеивалась ну и конечно же я приклеиваю только один край елочки с другой стороны немножко делаю так чтобы она торчала вверх чтобы все-таки форма у нас была объемная и Субтитры сделал DimaTorzok Все подготовили и начинается самое интересное, это приклеивание декоративных элементов. Начинаю я раскладывать все игрушки, приклеиваю я их не идеально ровно, а под наклоном. Добавляю шишки и подарочки. Добавляю шишки и подарочки. В прошлом видео мы с вами делали вот такой снежный ягодник, поэтому ссылка на это видео будет в описании. И тоже их сюда приклеиваю. Ну и в принципе на этом самые важные элементы я приклеила и теперь все пустоты я заполняю пластиками веточками. Я купила не так давно просто букет пластиковой зелени и она мне показала сюда подойдет просто идеально. Вклеиваю со всех сторон и по окончании работы добавила еще бумажные розочки. Кто-то не любит цветы в новогоднем декоре, мне очень нравится. И смотрится в этой работе мне кажется уместно. Ну и на этом декоративных элементов больше я никаких приклеивать не буду. Добавляю снег. Снег я в этом году тоже купила в фикс прайс. Кстати упаковка в этом году уже другая и сейчас посмотрим как он работает. В любви неплохой, самое главное, что он не желтый. Я добавляю снег снизу венка и сверху. Очень сильно не усердствую. И на этом моя работа будет готова. У меня получился вот такой красивый венок. Наверное я бы сказала, что это венок, который мне нравится больше всех из тех работ, которые я делала. Часто вы меня спрашиваете, есть ли у меня любимые работы или нет. Но вот это наверное входит в это количество. Ну а если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok